Красно-белая лента и оградительные столбики. Любоваться ангарой на просмотровой площадке возле дома по улице Байкальской опасно для жизни. И это несмотря на то, что железобетонная конструкция на первый взгляд представляется устойчивой. На самом деле, рассказывает директор управляющей компании Анатолий Хлебников, подпорная стена изъедена трещинами, а ее основание повисло в воздухе. Пошла по подпорной стенке трещина сверху до низу. Сейчас это место держится только за счет от мотора, который находится внутри железобетона. Подобные трещины у нас с той стороны и с той стороны. Кроме любителей посмотреть на реку, угроза существует для жителей всех 18 блок-секций, расположенных по улице Байкальской. Ведь в зоне риска также оказались тепловые сети. На съемках, сделанных несколько дней назад, видно, что причиной разрушения подпорных стен и оголения теплотрассы стал оползень. Он произошел после того, как гаражный кооператив затеял земельные работы. На грунте еще остались следы от ковша экскаватора. Техника работала здесь, чтобы расчистить место для строительства двухэтажного бокса. Насколько это опасно, покажет обследование. Но я думаю, что дом от этого не пострадает. Единственное, что уже пострадало, это подпорная стена и теплотрасса. Придется проводить какое-то обследование, разрабатывать проект, который будет выполняться и как бы преградит развитие каких-то последствий, ликвидирует последствия, которые имеют место на сегодня и стабилизирует обстановку. О том, как стабилизировать обстановку, задумался и председатель гаражного кооператива. Сейчас он за собственный счет привез железобетонные блоки, с помощью которых пытается остановить деформацию грунта. Дмитрий Макаров показывает нашей съемочной группе документы. В папке справка, доказывающая, что земельные работы ведутся на принадлежащей ему территории. И проект, заверенный печатью архитектора. Есть все, кроме разрешения на строительство. Своей ответственности за случившееся председатель кооператива не отрицает. Однако оговаривается, что оползень мог не произойти, если бы застройщик не сделал водоотвод в сторону гаражей. Если бы не эти дожди и не их водоотведение в сторону гаражей, все было бы нормально. Только чисто вот из-за этого. То, что они водоотведение сделали в сторону гаражей. Кто прав, кто виноват. Рассудить ситуацию на место происшествия выхал завсектором городского отдела по делам ГОИЧС Евгений Захватов. Рассудить ситуацию можно только в судебном порядке. Потому что, разбирая документацию, разбирая обстоятельства сложившейся ситуации, складывается впечатление, что каждая сторона по-своему права в своих интересах, в своих притязаниях на данную территорию и на данный вид деятельности. Прежде чем направить дело в суд, соседям потребуется пригласить сотрудников Ростроенадзора. Они, в свою очередь, произведут экспертизу и выяснят, что нужно предпринять, чтобы 18 блок-секций по улице Байкальской не остались без тепла и горячей воды. Анастасия Зверхкова, Константин Синицын, Виктор Тагмитов. Новости сейчас.